На братских могилах Я нарочно начал с песни своего выступления, чтобы вы не подумали, что к вам приехал кто-нибудь другой. Потому что вот тут недавно, несколько недель назад, объявили Мартынова, а приехал не тот Мартынов. Но все-таки несколько слов о моей работе в театре, в котором я работаю, а потом я буду вам петь, показывать стихи, одним словом, все, зачем вы сюда пришли, полными мерой вам отдам. Я работаю в Москве, в Московском театре на Таганке. Это театр, он называется Театр драмы и комедии, больше он известен под именем Театра на Таганке, потому что он расположен просто на Таганской площади. Существуем мы 14 лет, это немного для театра, но несмотря на это, он завоевал очень большую популярность у зрителей Москвы, других городов, где мы бывали на гастролях. Были мы также за рубежом, в поездках в Болгарии, Венгрии, во Франции, в Югославии, на Белградском интернациональном фестивале, который называется «Битов». Мы получили гран-при, высшую награду фестиваля за спектакль «Гамлет». Это мне было особенно приятно, потому что я в нем играю роль Гамлета. И в чем секрет популярности этого театра? Театр имеет свое лицо, свою позицию, очень внятную и четкую позицию. Он ни на кого не похож, ни на какой другой коллектив, ни у нас, ни за рубежом. Мы много занимаемся поиском, экспериментом в области формы, поэтому каждый спектакль – это прежде всего яркое зрелище. Это всегда интересно смотреть. Оппозиция четкая, она всегда привлекает людей. Когда знают, о чем говорят со сцены, это больше доходит до зрителей. И зритель любит очень, когда с ним, как говорится, не играют в прятки, а разговаривают впрямую. У нас есть такой прием, который родился еще с первого спектакля, с Брехтовского. Это выход на зал, когда ты бросаешь действовать на сцене, выходишь на зрительный зал и начинаешь впрямую разговаривать со зрительным залом. Либо каким-то монологом, либо песней, либо каким-то музыкальным номером. И у нас в каждом спектакле очень много песен, музыки и стихов. И не только профессиональных поэтов и композиторов, а еще мы сами, артисты нашего театра. Мы не только исполнители, не только артисты. Работаем на сцене не в качестве только артистов, а мы еще и авторы. Мы, каждый из нас, если имеет какие-то способности, имеет возможность их применить на сцене нашего театра. Я пишу песни, стихи, музыку. Артист такой смеха пишет инсценировки. У нас есть свои профессиональные композиторы, Хмельницкий и Василий. Есть у нас также, например, Валерий Золотухин, с которым я много играл в кино. И вместе с ним мы работаем в театре. Он поет, он играет в кино очень много. А сейчас у него вышла повесть в юности и выходит книжка. То есть он стал уже писателем. Это очень интересно, потому что мы много вкладываем в дело, в котором работаем. А значит, оно нам становится дороже. Это всегда так. Чем больше вложено, тем больше отдано, тем ближе, дороже становится и дело, и человек, в которого ты это дело вложил. И это тоже видно зрителям, что мы играем с полной отдачей. Как говорится, с потом и кровью, как в последний раз. Никто не позволяет себе халтурить на сцене. Никто не позволяет расслабиться. Все играют с нервами. Вот. И это тоже зрителю нравится. Вот из-за этого так зритель приходит к нам на спектакли. Есть у нас спектакли, которые сделаны на прозе. Мы берем не только драматические пьесы, как обычно в театре, а мы играем, например, появился какой-то роман, или повесть, или рассказ. Мы привлекаем автора, и он бывает у нас во время репетиции, сидит в зрительном зале. И мы с ним вместе делаем сценический театральный вариант наших спектаклей. Значит, от них веет свежестью, живостью. И видно, что это делали люди, которые живут сейчас, для людей, которые тоже современные люди, для тех, которые живут сейчас. Есть у нас спектакли поэтические, которые сделаны на чистой поэзии. Поэзия – это традиционно любимый вид литературы у нас в России. И как-то так случилось, что поэты стали... Не только они были прекрасными стихотворцами и писали великие стихи, а они еще были высокими гражданами и очень прилично себя в жизни вели, достойно. И поэтому вот такой вот всегда через черточку пишет поэт, гражданин. Но это правда. И как-то случилось так, что поэзия заняла главную вершину в этом хребте литературном и апоэтизировала как бы всю нашу литературу. Но мы не могли пройти мимо этого в театре и поставили несколько спектаклей о поэтах. О Маяковском, послушайте. О Пушкине, товарищ Верь. По поэмам и стихам Вознесенского, Антимиры. Ив Тушенко, «Под кожей статуи свободы». Есть у нас спектакль по Есенину, Пугачеву. И есть один из самых любимых мною спектаклей, который называется «Павшие и живые». Это пьеса о поэтах и писателях, которые участвовали в войне. Одни из них погибли, другие живы до сих пор. Просто на их творчестве лежит печать военных лет. А мы впервые зажгли вечный огонь по этим погибшим ребятам, которым было всего 20-21 год к тому времени. И они ничего не успели сделать, кроме того, чтобы написать несколько хороших стихов и еще отдать свою жизнь. И вот вспыхивает пламя вечного огня, выходит артист. И вот уже 600 раз, сколько мы играем в спектакли, просит почти память погибших минутой молчания. И весь зрительный зал, как один человек, встает и молча поминает погибших. А по трем дорогам выходят поэты, читают свои стихи, потом уходят назад по дорогам, которые загораются красным огнем. Уходят назад в черный бархат, у нас висит черный бархат сзади, как в землю, как в братскую могилу. Уходят, а по ним снова звучат стихи и песни. Я написал несколько песен к этому спектаклю и играю там замечательную роль Семена Гудзенко, который написал такие стихи, что даже не верится, что ему было тогда всего 20 лет. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать, ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв и умирает друг, и значит смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят, 41-й год, ты вмерзший в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваем вины. Разрыв и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. А мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи. Окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную. И выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял. И взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И странный тип Суэдин, неутомимый наш, Еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок. Подколотый, подшитый материал Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком. Пли! И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза устава не вилят. А врач потом все цокал языком. И удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком С тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй, ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму. И я туда глюкозу посылал, Чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял. Я пил чайок из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось согнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я, брат, даже рад, я тоже рад был. Но присев у меня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, Убив того, который не стрелял. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились в бои, Готовились пророки, товарищи мои. Сейчас все это странно, звучит все это глупо. В пяти соседних странах зарыты наши трупы. И мрамор лейтенантов, фанерный монумент, Венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личные, за нашу славу общую, За ту строку отличную, что мы искали ощупью, За то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем мертвые во здравие живых. Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги, Значит, скорой нам уходить и прощаться без слов. По нехоженым тропам протопали лошади у лошади, Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старыщи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметим, что рядом товарищей нет. И еще будем долго огни принимать за пожары мы. Будет долго зловещим казаться нам скрип сападов. Про войну будут детские игры с названиями старыми. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгорохочет, когда отгорит и отплачется, И когда наши кони устанут под нами скакать, И когда наши девушки сменят шинели на платьица, Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. Меня очень часто спрашивают, почему я так много пишу о войне. Просто потому, что я для своих песен стараюсь брать людей, Не тех, которые в данный момент отдыхают или жуют, А тех, которые волнуются, действуют. Люди, которые находятся в крайней высшей степени нервного напряжения, У которых должен произойти слом какой-то, что-то должно решиться, Которые могут каждую следующую минуту заглянуть в лицо смерти и так далее. Вот поэтому я так часто обращаюсь к военной теме. Но это не значит, что я буду все только военные песни. Я в своих выступлениях чередую обычно серьезные и печальные песни, Шуточные и веселые. И вот наступило время нам с вами улыбнуться. Послушайте песни. Который называется «Песенка о переселении душ». Ну, значит, мы с вами ведь не умираем, А после смерти душа наша переселяется. В животных, в предметы, в растения. В общем, в насекомых. В общем, кто куда сможет, тот туда и переселяется. Кто верит в Магомеда, кто в Аллах, кто в Иисуса, Кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, Что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрит на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж родишься вновь на колкости гораз. А если видел смерть врага, ещё при этой жизни В другой тебе дарован будет верный зоркий глаз. Живи себе нормаленника, есть повод веселиться. Ведь, может быть, в начале ника душа твоя вселится. Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь прорабом. А после рис прораба до министра дорастёшь. Но если туп, как дерево, родишься баобабом. И будешь баобабом тысячу лет, пока помрёшь. Досадно попугаем жить гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто-то, кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был никем, тот станет всем. Задумайся о том, быть может, тот облезлый кот Был раньше негодяем, а этот милый человек Был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы. Удобную религию придумали индусы. Ну тогда поехали в Австралию. Значит, песня о мангустах. У меня есть целая программа песен о животных, о домашних, о диких, о разных. Вот эта песня о мангустах. Мангусты, они ловят змей. Маленькие такие зверяки, зубастые такие, они ловят змей. Змей, змей, кругом будь им пусто. Человек в выступлении кричал. И позвал на подмогу мангуста. Чтобы значить, мангусты выручал. И мангусты селись за работу. Не щадя ни себя, ни родных. Выходили они на охоту. Без отгулов и без выходных. И в пустынях, в степях и в бампасах. Дождали наказ патрулям. Игнорировать змей безопасных. Но сводить ядовитых к нулям. Приготовьтесь, сейчас будет грустно. Человек появился тайком. И поставил силки на мангуста. Объявив его вредным зверяком. Он наутро пришел с ним собака. И мангуста упрятал в мешок. А мангуст отбивался и плакал. И кричал, я полезный зверек. Но зверяков в переломах и ранах. Все швыряли в мешок, как грибы. От дуревших от боли капканах. Ну и от поворота судьбы. Гадали они, в чем же дело. Ну почему нас несут на убой. И сказал им мангуст престарелый. С перебитой передней ногой. Что говорит, и козы. В Бельгии съели капусту. Воробьи, рис в Китае с полей. А в Австралии злые мангусты. Истребили полезнейших змей. Вот за это им вышла награда. От расчетливых этих людей. Видно, люди не могут без яда. Ну а значит не могут без змей. Снова змей, змей кругом, будь им пусто. Человек в выступлении кричал. И пазу... Ну и так далее. Вы, наверное, обратили внимание, что мои песни не поют эстрадные певцы не потому, что они не хотят, а потому, что я не даю. Потому что, на мой взгляд, песня авторская и эстрадная, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Это два разных песенных жанра. Эстрадная песня предполагает наличие нескольких авторов. Поэт, автор текста, композитор, автор музыки и исполнитель, певец, автор исполнения, интерпретации. Всегда есть оркестр, всегда есть такая приподнятость, концертность, зрелищность. Всегда есть смена номеров, рампа, вот эта вот граница между зрительным залом и сценой. Одним словом, зрелище. И если это зрелище убрать из эстрадной песни, она очень много потеряет. Во-первых, потому, что из-за такого обилия этой песни, которая повсюду, повсеместно и повседневно, по телевидению, по радио, везде-везде, у них просто, наверное, не хватает времени работать над текстами. Им лишь бы сильно звучал оркестр, была хорошая оркестровка, мелодии более-менее хорошие, они обладают хорошими вокальными данными, голосами, и вот шпарят, значит. А дело в том, что иногда они поют такое, что просто не имеет никакого смысла. Не имеет, не несет никакой информации в себе. Это в наш век, когда так много информации отовсюду. Радио, телевидение, газеты, телефоны, сплетни, что хочешь. Вот. Ну и, значит, вдруг приходите на концерт, а вам никто ничего интересного не рассказал. Это же обидно. Вам вдруг говорят, ну, даже, предположим, та же самая полюбившаяся яблони в цвету, какое чудо. Ну, какое чудо. Ну, а топлив пуху тоже чудо, верно? Ну, и так далее, и так далее. Разве это поэзия? Там, предположим, Есенин написал, все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданием осени охваченной я не буду больше молодым. Тоже про те же самые яблони, которые роняют свет, а как прекрасно. Потому что это настоящая поэзия. А это я бы не чудо, какой, ну, что. Ну, вот. Ну, правда, поет он ничего. Я не хочу огульно охаивать все песни. Я вот знаю многих людей, которые работают над текстами. Считаю, что поэтическая основа – это самое главное в современной песне. Вот Бернес так работал. И обратите внимание, он сколько лет не живет. А как только он запоет по радио, вам захочется услышать, про что он поет. Потому что он ценит слово, ценит стихи. Вот. И потом в эстрадной песне есть один… Там много плюсов, конечно. Но есть еще один минус, что она всегда однообразна. Это раз навсегда отрепетировано. Это всегда добивается певец оптимального варианта. А потом старается под него… Он закован в рамки оркестров. Всегда в ритмические рамки одни и те же. Поэтому новостей вас не подстерегает. Вы придете и услышите ту же самую песню, звучавшую точно так же, как и в прошлый раз. Мы, которые занимаемся акторской песней, я работаю, я все делаю сам. И стихи, и музыку, и сам исполняю это на зрителях. Значит, это мне позволяет каждый раз, на каждой, на разной аудитории по-другому петь. Не только позволяет, а обязывает. Я по-другому и не могу. Из-за того, что я свои песни раньше писал для своих друзей, и они имеют такой дружеский настрой, настрой доверия. Потому что мои друзья были моими первыми ценителями и судьями. И вот эта вот атмосфера, она осталась в этих песнях. Это форма беседы с людьми, которая мне дает, поверьте, не меньше, чем вам. Вот я прошу зажечь свет в зрительном зале, чтобы у вас было видно ваши глаза. Потому что у меня нет оркестра, есть вот этот интимный инструмент гитара, но он тоже дает мне большие возможности разговаривать, длительно разговаривать со зрителем. И так как он каждый раз разный, я всегда могу менять кое-что. И настроение песни, и импровизировать в словах, и придавать ей другую окраску. Каждый раз по-другому. И это мне интересно. Я думаю, и зрителю тоже из-за этого интереснее. Вот и поэтому люди записывают на магнитофон, несут домой. И мы во многих домах находимся в скрученном состоянии в виде магнитофонных пленок. Но чувствуем себя там довольно хорошо. Иногда, правда, поют другие люди мои песни. В основном это драматические артисты в спектаклях. И тоже был такой случай. Вот меня позвали в театр сатиры. Говорят, покажи вот, ну-ка, покажи, как ты поешь, потому что твои песни имеют смысл петь только как ты. Я им показал. Я уж не знаю, что они делали. То ли они пиво холодное пили, то ли форточку дышали нарочно. Вот, срывали голоса. Кстати, напрасно. Это занятие беспочвенное, абсолютно какое-то праздное, пустое это. Подражать голосу. Тем более, что нечему там подражать. У меня голоса никакого нету. Все от папы с мамой. Он у меня всегда был такой. Даже когда я был маленьким ребенком, читал стихи каким-то взрослым людям. Они говорили, надо же, какой маленький, а как пьете. И обратил внимание, как только пошутишь по поводу зеленого змея, и так есть отдача в зрительном зале. Причем это только у нас. Когда я был вот в других странах, там они не реагируют. Я все думаю, почему же такое? Начинаешь шутить по поводу коньяка в Болгарии? Вот никакой эффект. Думаю, может быть, у них такой проблемы нет? Да нет. Говорят, вроде тоже пьют. Но потом понял. Дело в том, что мы-то заканчиваем, а они только начинают. Они еще не знают, чем это чревато. Ну вот, и они спели, эти артисты в Театре Сатиры, спели это достойно очень. Потому что я вообще ценю больше всего личность, индивидуальность на сцене. И всегда интереснее всего видеть, как сам человек это исполняет, а не как какому-то дяде он подражает. Тем более, что дядю самого можно послушать. Это я говорю для тех людей, которые, вероятно, владеют этим инструментом. И, наверное, поют, может быть, и мои песни. Не надо подражать голосу никогда. Вот. Он у меня всегда был такой с детства. Вы все равно такой не сделаете. А катарам заболевать нарочно для этого не надо. У меня нет катара. У меня всегда так было. Я, конечно, немножко его подпортил. Там курил мы другим одеваем. Но все. Вот они спели несколько песен. Мне понравилась их манера. Я взял и записал эту песню на пластинку. Ну, то есть, все равно так, как я. И ее пою, а не как они. Песня «Утренняя гимнастика». Вдох глубокий, руки шире, не спешит. Три-четыре, бодрость, дух, грации и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее. Если же пока еще гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол, три-четыре, Выполняйте правильно движение. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Вдох глубокий, то и сне мошенния. Очень вырос в целом мире. Грипповирус, три-четыре, ширится. Растет заболевание. И если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб. Применяйте, люди, оп. Тирания. И если вы уже устали, сели-встали, сели-встали. Не страшно, мама Арктика, сан. Тарктикой главный академик Йоффе доказал. Коньяк и кофе вам заменят спортом профи. Лактика. Разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте, чем придется. Водными займите, спротся. Дурами не страшны дурные вести. Мы в ответ бежим на месте. Выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Бег на месте общий. Примеряющий. Это еще одна шуточная песня. Спортивная, если так вы по-спортивному настроены. Называется она марафон или бег на длинную дистанцию. Это написано по поводу комментариев к некоторым матчам. Особенно хоккейным матчам, которые передают по телевидению. Ян Спара и Озеров с таким бравым голосом вдруг вам объявляют. Вот еще одну шайбу забили наши чехословацкие друзья. А вы думаете, ну какие же они друзья, если шайбу забили? Они на поле соперники и противники. А друзья, они до и после, до того и после того. Я бегу, 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 бег Сэмбрук обошел меня на круг, а еще вчера все вокруг, мне говорили, Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Вот гвоздь программы марафон, а градусов все 30, но к жаре привыкший он, вот он и мастерица, я бы еще бы поглядел на него, когда бы было минус 30, Ну а теперь, конечно, достань его, осталось что-то только материться, не, ну тоже мне, а, хорош друг, гляди, он обошел меня на круг, а еще вчера все вокруг, мне говорили, Сэм друг, Сэм наш, говорили, гвинейский друг. Вот друг гвинейц так и прет, все больше отставание, ну я надеюсь, что придет, второе мне дыхание, потом я третий за ним ищу, потом четвертое дыхание, ну я на пятом сокращу с гвинейцем расстояние, ну тоже мне, а, хорош друг, гляди, что делать, обошел на третий круг, нужен мне такой друг, как ее даже забыл, Сэмбрук, Сэм наш, гвинейский бруд. Во многих письмах, которые я получаю, люди спрашивают, не плавал ли я, не летал ли, не сидел ли, не воевал ли, не шиферил ли и так далее. Что вы смеете? Это знаете почему? Потому что почти все мои песни написаны от первого лица, я всегда говорю я, но это не из-за того, что я все видел уж и все испытал, потому что понадобилось бы много жизни для этого, я люблю услышать, увидеть, может быть то, что вам не вдомек, а самое главное, это все пропущено через меня, через мою фантазию, мою душу, и поэтому я рискую говорить я, даже от имени тех людей, от которых я пишу, вот, потому что это наполовину все-таки мое. И теперь я хочу вам показать, и поэтому эти песни называют песни-монологи, и я хочу вам показать один из таких песен-монологов, называется она «Дорожная история». Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом, с людьми в ладу не понукал, не помыкал, спины не гнул, прямым ходил и в ус не дул, и жил, как жил и голове своей, руками помогал. Бродяжил и пришел домой, уже с годами за спиной, висят, когда он мне не бросит, не продать, но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегорять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз, в камине тьма напарник, третий час молчит, ходив и кричал, аж зло берет назад, пятьсот, пятьсот, вперед, а он зубами танец, саплями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс настрой, как что-то наше дело, сел, поехал, ночь, полночь, ну надо ж так, под Новый год, назад, пятьсот, пятьсот, вперед, сигналим зря, пурга и неком помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит, мол, видишь сам, тут больше нечего ловить, мол, видишь сам, кругом пятьсот, и к ночи точно занесет, так заровняй, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ, и волком смотрит он вообще, бывает, крут, а что ему кругом пятьсот, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холодно спине, а что ему кругом пятьсот, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то вбок, и отпустил, а сам прилег, и снился сон про наш веселый на ворот, что будто вновь кругом пятьсот, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал, куда положено ему, и он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. Договорившись про то, что это не концерт, а встреча с вами, я думаю, мы поняли, что это не самое главное, поберегите ладони, будете гладить детей по головам. Вот, у нас с вами встреча, правда, не за столом, когда после второй, третьей песен не надо никаких. И так все друг друга любят, вот. Ну, все-таки я у вас в гостях в городе, а вы у меня просто в гостях за песней. Еще одну шуточную песню я хочу вам спеть, которая называется «Диалог у телевизора». Или в цирке, кто как хочет. Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот, хоть завязочки пришели! Ой, до чего, Вань, размалеваны! Ой, а голос, как у алкашей! А тот похож. Нет, правда, Вань, на Шурина такая же пьянь. Ну, нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правда, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Наши пятой швейной фабрики, такую вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну, все друзья, такая рва, не бьют всегда в такую рань, такую дрянь. Мои друзья, хоть не в Волонии, зато не тащат из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутруды на свои. А у тебя, самой-то Зин, приятель был с завода Шин, так до ночи хлебал бензин, ты вспомни, Зин. Ой, Вань, гляди-кась, пропугайчики, нет, я ей-богу закричу, а это кто, короткие мальчики? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань, ну что, отстань, опять отстань, обидно, Вань. Уж ты б, Зин, лучше помолчала бы, слышь, накрылась премия в кварталу, кто мне писал на службу жалобы, ммм, не ты, да, я же их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе на пель позор один, тебе шитья пойдет, Аршин, где деньги, Зин? Ой, Вань, у рота кроватиков, гляди, как вертится нахал. Завцеха наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал, а ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вон кричишь, когда не пьян, ты что, Иван? Ты, Зин, на грубость нарывайся, все, Зин, обидеть норовишь, тут за день так накуркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один. Я уже с перевыполнением, значит, но все-таки я еще хочу вам спеть одну песню, называется она. Песня это как бы ответ на многие тоже вопросы, которые мне задают, о том, что я люблю в этой жизни, чего не выношу. Песня эта называется «Я не люблю». Это истекательный момент, когда я со временем был и после. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой, мои считают письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почи стиглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль счастье наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллионы меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Я написал песню, которую исполняю обычно на встречах с кинозрителями. Ну, я вам ее все-таки исполню. Вы же тоже кинозрители, верно? Вот песня эта вот про что. Был-то, есть такой знаменитый артист, американский западный артист, международный артист, Шон Коннери. Это артист, который играл Джеймса Бонда, агента 007, Супермена, Супершпиона и так далее, и так далее. Во многих фильмах по романам Яна Флеминга. Эти фильмы очень популярны. И поклонников у него просто, ну, как говорится, пруд пруди. Поэтому он ходит с охраной, живет за высокой стеной, к нему не пробьешься. Он их очень опасается, боится, что они его совсем затюкают. Ну вот, и вот его пригласили сниматься к нам, к картину «Красная палатка». Он приехал, неделю-две ходил, а люди вокруг него ходили. Ну, и никак, никакой реакции. Ну, так пройдут, только что не плюнуто. В общем, никакого с автографами не подходит, ни с поклонства не выказывают, потому что он в жизни никакой не супер. Он нормальный человек, респектабельный господин, чуть седоватый, лысоватый, нормальный человек, симпатичный. И никакой не супер. И у нас этих фильмов никто не видал, поэтому никак не реагируют на него. Вот он две недели подышал полной грудью, походил свободно по улицам, а потом заскучал. Говорит, как же так, никто меня не знает, что же такое. Надо сделать все-таки вечер, хотя бы моим сослуживцам объяснить, кто я такой. Значит, ну, созвали, там сделали вечеринку, там все, он купил напитков, разных хороших всех развлекал. Рад по-английски. Ну, там, а в этой компании никто по-английски ни пельмесу, в общем, не смыслил. Так смотрит, что это он такое там, что такое говорит, хихикает сам с собой. Ну, в общем, короче говоря, все выпили, съели, да ушли. И он остался один у разрушенного стола, в недоумении в полном. И долго повторял, да, действительно, это таинственная страна. Россия. Себя от надоевшей славы спрятал В одном из их соединенных шатов В глуши и в дебрях чуждых нам систем Жил, был известный больше, чем Иуда Живое порождение Голливуда Артист Джеймс Бонда, шпион, агент 07 Был этот самый парень, звезда ни дать, ни взять Настолько популярен, что страшно рассказать Да шуточное дело, почти что полубог Известный всем марчелло в сравнении с им щенок Он на своей на загородней вилле Скрывался, чтоб его не подловили И умирал от скуки и тоски А то бывал встретить у квартиры Набросятся и рвут на сувениры Последние штаны и пиндажаки Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино потел Различные разведки прям дурачил, как хотел То ходит чьей-то шкуре, то в пепельнице спить А то на пажуре кого-нибудь соблазнит И вот артиста этого Джеймса Бонда Товарищи из госфильмофонда Совместную картину к нам зовут Чтоб граждане его не узнавали Он к нам решил приехать в одеяле Мол, все равно на клочья разорут Ну вы посудите сами На проводах в ЮСА Все хиппи с волосами Побрили волоса С его сорвали свитер Отгрызли вмиг часы И растащили плиты со взлетной полосы И вот в Москве не сходит он по трапу По нем, ну все, с ума сходило И тоже мужики Довольны, что его не узнавали Он одеяло снял в национали Но несмотря на личность и акцент Его там обозвали оборванцем Который притворялся иностранцем Еще заявлял, что, дескать, он агент Швейцар его за ворот Тогда решил открыться он Говорит, ноль семья Вам, межгород, так надо взять талон Во рту скопилась пена И горькая слюна И в позе супермена Он усел с его окна Но водки на шестерке прибежали И недоразумение замяли И разменяли фунты на рубли Уборщица ворчала Вот же Бройда Подумаешь, агентишка какой-то У нас в девятом Брэнч из Сомали Я все понял Я все понял, благодарю вас Мне сказали, что харьковчане народ сдержанный Мои друзья, правда, они были давно Говорят, в Харькове Даже если очень нравится, они не показывают этого И вообще, говорят, здесь все театры горят В прямом и переносном смысле Но я очень рад, что это неправда Вы очень живо И, в общем, хорошо себя ведете У меня в гостях А я старался точно так же Вас в гостях себя вести И благодарю вас за ваши улыбки Когда было смешно За ваши глаза серьезные Когда было серьезно И что вам сказать еще Я не миную вашего города в своих поездках Если буду еще бывать И с большим удовольствием вам буду петь Сколько вы хотите Но я не могу все перепеть сразу Я все равно даже сегодня с переуполнением Песен у меня много Несколько сотен Песен и стихов И всевозможных номеров Потихонечку глядишь Я все вам и покажу А сейчас благодарю вас Всего вам доброго Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому